Дарья Донцова. Маскарад любовных утех. Глава первая. Если у парня сорвало крышу, то он человек-кабриолет. Я оторвалась от большого картонного ящика, в котором безуспешно искала вилки, и посмотрела на произнесшую эту фразу женщину в заляпанном красном комбинезоне. «Простите, Надя, что вы сказали?» «Машина без верха называется кабриолет», — объяснила она. «Ты зачем сюда пришла?» — нахмурившись, вмешалась Роза Леопольдовна. «Чтобы людям вещи раскладывать мешать?» «Нет, нет», — зачастила Надя. «Меня Николай прислал, просил у вас кое-что взять. Дайте, пожалуйста, побыстрее». «Если вы скажете, что нужно вашему мужу, то я попытаюсь это найти», — вздохнула я, оглядывая несметное количество коробок, заполнивших комнату. «Ну, такое... розовенькое такое», — принялась размахивать руками Надя. «Круглое и квадратное стоит в углу». «Я потрясла головой. Нечто розовенькое, причем одновременно круглое и квадратное, да еще способное стоять. Даже представить не могу, что это такое». «Название скажи», — велела Крауза. «Чье?» — разинул рот Надя. «Вещи», — уточнила няня Кисы. «Какой?» — заморгала Надежда. «Той, за которой ты явилась», — объяснила я. «Мне ничегошеньки от вас не надо», — протянула Надя. «У нас все есть. Машину покупать собрались. Правда, подержанную на новую денег не собрали». «Зачем тогда притопала?» — начала закипать Роза Леопольдовна. «Таколько послал», — повторила Надя. «Ему потребовалось не мне. По работе надо, не для себя. Ну, как же ее... Простое слово, не длинное. Апельсин и яд». Я села на табуретку. «Роза Леопольдовна, у нас есть фрукты?» «Дорогая лампа, я не помню, что из еды привезли в новый дом», — заявила няня. «Извините, от переезда голова идет кругом. Если хотите, схожу в магазин при поселке». «Не надо», — возразила я. «За фруктами прислали Надежду. Они нужны Николаю. А вот что прораб имел в виду под ядом, непонятно». Крауза подбоченилась. «Совсем мужик обнаглел. Апельсинами его угощать тут никто не собирается. Надежда, возвращайся к мужу и четко передай. По договору, бригаде положены харчи на завтрак, обед и ужин. Вам их завезли на неделю. Черную укру, перепелиные яйца, шоколад и апельсины с ядом покупайте сами. Хозяйка гастрономических изысков не обещала». «Сегодня ему захотелось одних деликатесов, завтра он пожелает фуа-гра. А в пятницу потребует устриц». «Что на меня уставилось? Ступай, не мешай разбирать вещи». Я с благодарностью посмотрела на няню. Она умеет разговаривать со строителями, может твердо сказать про рабу «нет», а я, беседуя с ним всякий раз, мямлю, не умею выразить свои претензии. «Чё-то я не поняла», — жалобно протянула Надя. Роза Леопольдовна свела брови в одну линию. «И в чём загвоздка?» «Сколько не просил апельсинов», — заныла Надя. Няня повернулась ко мне. «Вы слышали, что Надежда минуту назад потребовала?» «Апельсины и яд», — подтвердила я. «Я другое говорила», — возразила жена прораба. «Надо розовое, круглое, квадратное. А название у того, чего Николай хочет, простое, не длинное и не короткое, вроде как апельсин или яд. Сами фрукты не нужны, у Коли на них аллергия с детства. А отрава-то зачем? Дайте поскорее, что мужу требуется, а то он заругается. У него в последнее время злобность характера развелась. Чуть что сразу орёт бешеным крокодилом. Когда в ЗАГС пять лет назад шли, он ласковый был. А теперь крышу сорвало. Одно слово, человек-кабриолет». Я потёрла ладонью висок, позавидовав нервной системе Николая. Похоже, нервы у него из железобетона, раз он прожил в браке не один год, прежде чем стал покрикивать на супругу. Я познакомилась с Надей всего две недели назад, но уже успела превратиться по её терминологии в мадам-кабриолет. «Нет, скажу честно, впервые в жизни встретила такую глупую, ничего не умеющую делать особо, как надежда. Да, Коле надо медаль за такое терпение выдать». Крауза открыла одну из коробок, заглянула внутрь. «Простите, лампа, вы не помните, куда мы положили принадлежности для письма?» «Всё где-то там», — пробормотала я, показывая на пирамиды коробок близнецов. Тут Надя вытащила из кармана заляпанного краской комбинезона фломастер и, улыбаясь, сказала, «О, забирайте, навсегда, мне не жалко». «Спасибо, не надо», — отказалась от подарка Краузы и вручила маляршу кусок картона. «Иди к супругу, пусть напишет, что ему требуется, и принеси нам его каракули». «Поняла?» «Вы меня дурой считаете», — оскорбилась Надя. «Просто слегка забывчивой». «Смягчила я ситуацию. Со всеми случается, и я часто забываю нужную информацию. С утра пыталась вспомнить, какой день недели на дворе, то ли четверг, то ли среда, но так и не сообразила. «Сегодня вторник», — обронила Крауза. «Не, понедельник», — заспорила Надя. «Четырнадцатая февраля». «Января», — поправила я. «Месяцы я не путаю». «Все, Надежда, ступай в большой дом», — распорядилась Роза Леопольдовна. «Да скажи Николаю, пусть в следующий раз заданием присылает Веру». «Моя сестра говорить не умеет», — надулась Надя. «Она инвалид, ее из жалости в бригаду европейской отделки квартир взяли». «Зато ты слишком разговорчивая», — разозлилась Крауза. «Ну, чего стоишь? Видишь, сколько у нас работы? Ты тут незваная гостья, развлекать тебя светской беседой не собираемся». «Сурово с ней», — вздохнула я, когда Надежда наконец удалилась. Няня поморщилась. «Стараюсь быть вежливой с людьми, однако встречаются бестолковые особы, которые, пока на них не рявкнешь, весь мозг выгрызут». «Люди-кабриолеты», — усмехнулась я. Роза Леопольдовна рассмеялась. «Надежда круглая дура, но иногда оригинально высказывается. Пойду попытаюсь отыскать кухонную утварь». Крауза пошла к одной стене комнаты, я направилась к другой. «Вам интересно, почему все вещи оказались упакованы? Куда мы всей семьей перебрались? Сейчас объясню. Год назад наши мопсихи Фиро и Муся неожиданно заболели. Всегда веселые собаки не носились по квартире, а лежали в разных углах гостиной, старательно нализывая лапы. Я, наивная как бабочка, решила, что они повзрослели и начали заботиться о внешности. Но через неделю мопсихи отказались от еды. Спешно вызванный ветеринар Паша сходу поставил диагноз. «У них аллергия на реагент, который льют на дороге». «Читала в интернете, что он безопасен», — возразила я. «Доктор хмыкнул». «Приятно встретить человека, который верит информации, выловленной в сети. Посмотрите на свои сапожки. Вон у двери стоят. Что с ними случилось?» «Не знаю», — призналась я. «Купила новые ботильоны хорошего качества, из натуральной кожи, поносила всего неделю, а они скукожились, покрылись трещинами». «Погодите, вы думаете, это произошло из-за гадости, которую на улицах разбрызгивают?» «Вот именно!» — кивнул ветеринар. Уфиры с мусей воспалились лапы, а мопсихи, пытаясь облегчить боль, нализались этой пакости и отравились. «Но я всегда мою им лапки после прогулки». «И хорошо делайте, иначе бы собачки вовсе ходить не смогли», — похвалил меня Павел. «Но вы же своих питомец не кипятите, правда?» «А дорожная химия водой, даже тёплой и с мылом, до конца не смывается». «И что теперь делать?» — занервничала я. «Купите им тапки», — дал совет звериный доктор. Следующий месяц мы с Максом пытались объяснить Фере и Мусе, что надо обуваться перед выходом на променад. Сначала я приобрела для них резиновые боты, потом оги, затем кроссовки на липучках, но вредные мопсихи едва их обували, замирали и не желали двигаться. А если я на руках выносила их на улицу, мигом падали на бок. Пришлось признать своё поражение. Тогда я приобрела специальный крем, на упаковке которого была надпись. «Для упрямых животных, не желающих носить калоши, оберегает от раздражения, не токсичен, не оставляет следов на полу, не скользит». Фера и Муся спокойно разрешили обработать лапки и охотно побегали во дворе. Но дома, когда я начала мыть собачек, обнаружилось, что прекрасный крем никак не смывается. Я опять взяла упаковку и увидела ранее незамеченную надпись, сделанную мелкими, размером с маковое зерно, буковками. Снимается исключительно лосьоном антикрем. Решив немедленно сгонять в магазин за этим средством, я вышла из ванной и упала. Роза Леопольдовна, увидев это, бросилась ко мне на помощь и тоже шлёпнулась. Замечательное средство для псов сделало пол в квартире скользким катком. И оно, как и обещала реклама, оказалось весьма стойким. Мы с Крауза на протяжении двух дней драйли плитку и паркет, прежде чем перестали передвигаться по квартире, держась за стены. Через неделю после этого у киса начался кашель, который не проходил, несмотря на все принятые меры. Редька с мёдом, соколое, горчичники, шерстяные носки, сироп подорожника, муколтин и прочие испытанные средства оказались бессильны. — Ваш ребёнок должен жить на свежем воздухе, — сказал педиатр, прописывая уколы. Иначе у девочки разовьётся астма. Сейчас улицы плевают химией, она испаряется и оседает в лёгких. — Ищем коттедж, — объявил Макс. — Остаток зимы, весну и лето мы катались по Подмосковью в поисках подходящего дома. Многие наши приятели обзавелись загородной недвижимостью, и мы с Максом, наслушавшись их рассказов об ужасах, связанных с возведением особняков, твёрдо решили, приобретаем только готовое здание. Не станем тратить 3-4 года жизни на стройку, хотим переехать на природу уже осенью. К октябрю нам с мужем стало понятно, что поиски подходящего коттеджа могут растянуться на десятилетия. И тут вдруг позвонила Капа, мать Макса, ничего не знавшая о наших планах. Лампуша. Знакомая моих знакомых продаёт особняк неподалёку от Москвы. Протят за него недорого, потому что ей срочно нужны деньги. Если кто из твоих приятелей ищет загородное жильё, то лучшего варианта не найти. Посёлок старый, небольшой, стоит в лесу, домкат 10 минут на машине. Дом двухэтажный, участок огромный, есть гостевой коттедж, баня, гараж на две машины. Особняк прекрасно оборудован, продаётся вместе с мебелью и всем необходимым. Мы заинтересовались предложением, приехали в посёлок под названием Крот и поняли, что нашли дом своей мечты. С владелицей недвижимости мы не встречались, знали только, что её зовут Тамара Фёдоровна Николаева. Сделку от её имени совершали адвокат и риэлтор, которые выполнили все формальности мгновенно. Потом мы нашли бригаду ремонтников, договорились, что 8 января они приступят к работе и обложились мебельными каталогами. Кровати, столы, стулья, диваны, кресла, мебель для кухни, то есть всё полученное вместе с домом было хорошего качества, но использовалось чужими людьми. А нам хотелось приобрести новую мебель по своему вкусу. Надеялась уже в этом году нарядить ёлку во дворе 31 декабря. Со вздохом сказала я Максу. «Это обязательно сбудется», — улыбнулся муж. «Через 12 месяцев», — грустно уточнила я. «Мы переедем намного раньше», — начал утешать меня Макс. «В конце мая точно справим новоселье». «В полночь, когда били куранты, я быстро нацарапала на бумажке текст, хочу очутиться за городом как можно быстрее», — затем слопала клочок и запила шампанским. «Ох, не зря умные люди предостерегают». «Бойтесь своих желаний, они исполняются». Продолжение следует...»